Мы рады приветствовать вас на нашем семинаре по физиологическому питанию растений на тему регулирования средств и раскрытия генетического потенциала растений. Компания Store уже 45 лет успешно разрабатывает и внедряет передовые решения для повреждения уровня, основанных на уникальных сочетаниях микроэлементов и регуляторов роста растений. За это время мы достигли их практического применения в более чем 70 странах мира. Наши технологии регулируют физиологические функции растений в разных стрессовых условиях, таким образом позволяя производить сельхозкульптуры с минимальной близкой потенциальной и высокой рентабельностью. Постоянное совмещение в этом направлении позволяет наш научный отдел, в котором работает более 17 докторов наук и профессоров ведущих институтов США. Мы рады, что сегодня можем поделиться этими знаниями с вами и позвольте мне представить докладчиков сегодняшней конференции, представителей компании Store Group. Первым докладчиком это наш доктор Вудворд, доктор наук в области физиологии и патологии растений, а также генеральный директор компании Store International. Второй докладчик это старший специалист научного центра нашей Store USA, консультант в практическом применении, 30-летним опытом, господин Джон Фишер. В презентации будут представлены 6 презентаций у нас сегодня и после каждой у вас будет возможность задать любые вопросы, которые у вас есть. Первую презентацию начнет доктор Вудворд. Давайте поприветствуем нашего гостя из Америки с аплодисментами. Здравствуйте. Я очень рада вас видеть здесь. Я очень рада, что здесь собралось столько экспертов прогрессивных в сфере фермерства. Мы разработали сейчас три концепции работы с урожайностью и я вам сегодня расскажу о трех из них. Первое. Первое это сохранение потенциала урожайности. Традиционно мы рассматриваем урожайность как вот такую восходящую кривую. Если посмотреть вот кривые по кукурузе и по соевым бобам, мы видим, что шаг за шагом эта кривая взбирается вверх, то есть она поднимается. Обычно это повышение связано с применением новых технологий. Я думаю, что некоторые из этих технологий, которые отвечают, благодаря которым у нас есть такой подъем в урожайности, вы можете назвать. Подумайте о различных изменениях, которые мы вот увидели. Это гибридные семена. Complete fertilizers, insecticides, herbicides. The evolution of modern equipment, deep-tillage equipment, high-speed plantar. And we think one of the next innovations to come is the use of plant growth regulators and signaling molecules to make the next increase, incremental increase in yield. Следующий шаг в развитии, следующий шаг к успеху, это использование регуляторов роста и сигнальных молекул для того, чтобы добиться большей урожайности от растений. So I have to ask, when is the yield potential the highest in the cropping cycle? Когда потенциал урожайности является, ну, в жизненном цикле растений является самым высоким? Вопрос к вам. Is it during flowering? Во время цветения? Is it during brooding? Во время созревания плодов? Is it when the plant emerges from the soil? Или во время прорастания растений из земли? Well, if you think about it, it's the seed. The yield potential is the highest in the seed. Если хорошенько подумать, то мы поймем, что это наибольшее будет в зерне, в зернах потенциал. And as soon as we plant the seed, things happen to that plant. Как только семена посажена, то происходит период изменений растения. Weather conditions like high temperatures or cold temperatures, drought or flood. У нас могут быть погодные условия изменяться, температура изменяться, могут быть засухи, либо наводнения. What about management? When we plant the seed, how deep we plant the seed, how about cultivation? Также влияет на сколько глубоко мы посадили растение, как мы за ним ухаживаем, каким образом. And then there's the question of fertility. И также есть вопрос почвы, насколько она будет плодородна. Soil chemistry, soil pH. От этого зависит также и кислотно-щелочной баланс почвы, микроэлементы, и химический состав почвы также на это влияет. And lastly, there's the issue of biological impact from weeds, diseases, insects, nematodes. Ну и биологический фактор, естественно, тоже влияет. Сорняки, вредители, заболевания растений, nematodes и так далее. So we thought, perhaps we should look at this idea of yield differently. Rather than having a curve goes up, we turned the curve over and looked at it going down. So this is the curve for soybeans. I've made the conversion here to quintals per hectare. Это потенциал урожайности для соевых бобов. Я здесь изменила эти цифры quintals на гектар. And based on the anatomy of a soybean plant, the number of flowers on each rassime at a node. В зависимости от количества цветка на каждом из элементов завязи растения, соевых бобов. И мы видим, что потенциал урожайности на этом этапе будет около 135 quintals на гектар. И мы видим, что потенциал урожайности падает под влиянием различных факторов биотических и абиотических, как погода. И здесь вот красная линия показывает потенциал урожайности от момента посадки семян в землю. И как это соотносится с качеством почвы и применением различных программ удобрения на почвах? И мы видим, что если применяются какие-то программы, то у нас повышается потенциал урожайности. Можно его сохранить в большей мере. И вопрос состоит в том, можно ли сохранить потенциал урожайности, насколько он широк. И я много проанализировал данные по урожайности. Вот здесь крайний левый столбик — это мировой рекорд по урожайности по этим культурам. Тонны на гектар. И здесь средний мировой показатель урожайности для данных культур. А это средний показатель урожайности по Украине. Я вижу, некоторые из вас улыбаются. Как вы думаете, есть еще потенциал урожайности, которым мы можем добиться от семян? Есть ли куда развиваться, скажем так? Я думаю, да. Семена те же самые. И как нам этого добиться? Как нам добиться наибольшего потенциала урожайности? В 2004 году компания Столлер разработала модель, согласно которой мы понимаем, как развивается растение, как развивается его рост и что на него влияет. Когда растение прорастает и начинает развиваться, то критичными, самыми важными элементами этого процесса являются цитокинит и аоксин. Когда растение подходит ближе к стаге репродукции, наибольшую важность приобретает гибрилиновая кислота и этилен. А что у нас здесь в середине за пикующие формы? Это гормональные сигналы от семени. И как в животном, этот гормональный сигнал на поверхности растений. И так же, как и в животном мире, родительской части растений сигнализируют о том, что необходимо питание. По ходу развития растения, по циклу развития, гормональный фон, гормональная модель его меняется. Вдобавок к гормонам, есть еще микроэлементы, которые влияют на синтез, либо на распад этих гормонов. Здесь мы видим связь между основными гормонами и основными микроэлементами, которые влияют на растения. Я бы хотела обратить ваше внимание на аоксин и связанные с ним молибден и бор. Концентрация гормонов в растении определяется пятью факторами. Естественно, основные компоненты — это биосинтез гормонов и деградация, обратно это процесс. Третий фактор — это дезактивация этих гормонов для последующего хранения в акуолях. И есть также фактор транспортировки гормонов через растения. И впитывание этих гормонов теми тканями, которые получают сигнал. Итак, мы видим, что есть пять факторов, которые влияют на концентрацию гормонов в растении. Я бы сейчас хотел поговорить более детально об аоксине и как регулируется его концентрация в растении. И здесь мы видим на этой иллюстрации, сколько аоксина содержится в растении. Зинк стимулирует продукцию аоксина. Итак, здесь мы видим минерал, который включает в продукцию, введя этот аоксин. Зинк поддерживает биосинтез аоксина. То есть этот минерал влияет на то, сколько, какой концентрации аоксин будет содержаться в растении. Бор препятствует, контролирует процесс распада аоксина. Если бора будет недостаточно, то мы из вот этой ванны как будто вынимаем затычку и весь аоксин уходит бесконтрольно. Если мы хотим поддерживать нужный уровень аоксина, мы применяем цинк, стимулируем таким образом синтез. И мы с помощью применения бора как бы перекрываем сток, так чтобы аоксин не уходил. Мы использовали эту концепцию, чтобы провести эксперимент. У нас есть целый ряд продуктов, суть которых состоит в комбинировании гормонов и микроэлементов. И мы взяли шесть наших основных продуктов, чтобы проверить, как они будут влиять на потенциал урожайности растения. Первый продукт обеспечивает нам сильное прорастание, мощное формирование сильного ствола растения. Второй продукт обеспечивает быстрый вегетативный рост, также мощное ствол, мощное образование растений и быстрый переход на следующую стадию вегетативного развития. Третий продукт усиливает цветение, стимулирует появление сильных цветков. Полонация, вертилизация и развитие сильного эмбриона. Четвертый продукт влияет на уровень этилена, это контроль над оксидантами. Пятый продукт мобилизирует сахара в культурах. И шестой это продукт, который можно наносить на листья, который полностью покрывает потребности в микроэлементах. С помощью этих шести продуктов мы полностью покрываем, контролируем весь жизненный цикл растения от семян до семян. Сверху мы видим перечисление самых основных проблем, с которыми мы можем столкнуться. Это слабое цветение, избыток этилена, сложности с управлением энергией внутри растения, концентрация сахара, либо недостаток микроэлементов. И каждой проблемой соответствует решение применить либо какой-либо минерал, либо контроль средства для контроля над ростом растений, либо контроля гормонального регулятора. Давайте внимательно посмотрим, как нам этого добиться. Ну, возможно, немножко это сложно, но если мы внимательно посмотрим, все будет понятно. Мы сделали три применения каждого из шести продуктов. Сначала это было контрольное внесение удобрения, которое было необходимо внести в почву. На втором этапе мы добавляли к удобрению средства для усиления цветения. На третьем этапе мы к первым двум добавили еще средства против стресса. И так далее. Мы решали проблему с недостатком этилена, с движением сахара. И мы снижали уровень стресса, этилена связанного со стрессом. Здесь у нас видим разницу в потенциале урожайности. Красная линия ниже всего, это та, которая применяется без удобрения. Даже без удобрения. Здесь, видите, было три применения препарата. И с помощью этих препаратов мы пытались повысить потенциал урожайности, чтобы добиться максимума, который только возможен. Применение удобрения действительно немножко повышает, поднимает эту кривую. Применение какого-либо продукта, который повышает уровень цвета кинина, еще помогает нам повысить потенциал урожайности. Как вы думаете, слабое цветение может быть проблемой для этой культуры, соевая губа? Думаю, да. Потому что, когда мы применили препарат для усиления цветения, мы увидели резкое увеличение урожайности. Если мы к этому всему добавляли еще и препарат, который контролирует уровень стрессового этилена, видели, что кривая еще поднимается. Применение препаратов, которые стимулируют движение сахаров и добавляют некоторые микроэлементы. Далее небольшие повышения этой кривой. Я думаю, это интересная концепция. И некоторые к завершению информации для размышления. Применение препаратов для коррекции факторов стресса улучшает генетическую экспрессию и сохраняет потенциал урожайности. Применение препаратов во время ключевых периодов роста и развития растения во многом сохраняет потенциал урожайности. И мы подумали, что применение на ранних стадиях обеспечивает дополнительные возможности для сохранения урожая. Вот наш эксперимент, вот голубым цветом. Что, по-вашему, случится, если мы сделаем применение нашего препарата на стадии семян, либо на ранних стадиях развития растения? Есть хорошие шансы на то, что мы эту кривую поднимем до максимального потенциала урожайности, продуктируем которого. А если мы применяем наш продукт непосредственно перед сбором урожая? Вы думаете, что тут уже слишком поздно? Вы думаете, что можно ли развернуть эту кривую, чтобы она шла вверх? Нет. Мы разделились во мнениях в аудитории, я так понимаю. Кто-то говорит да, кто-то нет. А мы поговорим об этом во время следующего этапа. Здесь, видите, недостаток цинка в растении. Сколько из вас видели такой вот результат? Если применять цинк на ранних стадиях, в борозду, либо в смеси с удобрениями, то при прочих равных условиях у вас может выйти растение с более мощным стволом и более развитое в целом. И у вас будет, вы будете достигнуть вот этой стадии развития растений намного выше, намного быстрее, чем если бы вы не применяли цинк. То есть окно развития будет шире. Это результаты исследований, которые были опубликованы несколько лет назад. Здесь анализируется состав, сколько цинка содержится в четырех разных тканях растения, в кукурузе. На разных стадиях развития, от вегетативных до репродуктивных. Здесь видно концентрацию цинка в листьях, в стволе и листовых тканях, в цветках и в семенах. Когда, в случае с кукурузой, нам абсолютно необходима высокая концентрация цинка? На каком этапе? Принципе очевидно. На первых этапах, на ранних этапах, конечно же. Может, какой-то есть второй ключевой момент, когда надо? В самом начале развития семян мы видим, есть этап очень мощного движения цинка в семенах. Этот цинк поступает от родительского растения. Можем ли мы помочь этой культуре в развитии и применении цинка на ранних стадиях репродукции? Думаю, да. И поэтому я хочу немного рассказать о том, как доставить цинк в растение. Цинк — это очень важный катализатор. Почему? Потому что он играет ключевую роль в выработке ауксина. Когда нам нужен ауксин? Помните нашу гормональную модель? Так вот, это второй гормон, который требуется обязательно после прорастания. Мы скомбинировали цинк с другими элементами, которые помогут ему более эффективно поступить в растение. Итак, вместе с цинком работают сера, пульговые кислоты, органические кислоты, аминокислоты и феноловые кислоты для того, чтобы помогать в выработке ауксина. И самое интересное, что все вот эти компоненты, которые помогают цинку, они сертифицируются с точки зрения органического использования. Применять рекомендуется в концентрации 2 литра на гектар в борозду во время сезона. Либо мы в борозду употребляем этот препарат. Либо вместе с гербицидами по листу. В борозду при посеве или при обработке? Продолжение следует... Продолжение следует... Можно и так... Можно по-разному. То есть и при посеве, и при гербициде, да? Да, такая же. Давайте пойдем дальше. На этом слайде показывает, какова функция. Здесь мы видим, какую функцию выполняет каждый из компонентов в этой формуле. И наша цель поддержать цинк-элемент-катализатор для того, чтобы вырабатывался правильно ауксин. Конечно, сера, ключевой микроэлемент, она помогает усвоению и транспортировке. Фульвовая кислота помогает цинку проникать в растение и транспортироваться по растению. Органические кислоты дают энергию для синтеза ауксина. Аминокислоты и феноловые кислоты — это первоочередные прекурсоры, которые помогают растению вырабатывать молекулы ауксина. И к этим прекурсорам относятся триптофан, тирозин и феноловые кислоты. Цель — это выработка ауксина, которая многими считается основным гормоном, который влияет на дифференциацию клеток и распределение клеток. Здесь мы видим растение, которое было обработано «фаст стартом» в применении в борозду, и здесь мы видим усиленный рост корней и побегу. Если у вас есть такая возможность ускорить рост растения, то это открывает окно возможностей для посадки растений в холодную либо влажную почву. Итак, мы обсудили ряд вопросов. Мы увидели, что с течением времени урожайность большинства культур повышается. Мы перевернули эту кривую, чтобы увидеть, какой является максимальный потенциал урожайности для данной культуры, и когда, на каких этапах мы можем вмешаться, применить препараты, чтобы помочь растению достичь этого максимума. Мы знаем, что высокий потенциал урожайности на стадии семян, и знаем, что мы можем вмешаться, применить препараты, содержащие гормоны, сигнальные элементы, которые помогут нам повысить потенциал урожайности. Конечно, для прорастания и формирования стебля один из важнейших микроэлементов — это цинк. Мы видим, что на ранних стадиях цинк требуется для прорастания листьев и стеблей. А аккумулированный цинк далее передается зерну позже, во время сезона. Чтобы цинк помогал в выработке ауксина, мы можем его применять с добавкой различных других элементов. Компоненты, которые усиливают впитывание, либо являются прекурсорами для выработки ауксина. По сравнению с необработанными растениями, цинк помогает развить более мощную корневую систему и более мощные стебли. Препарат можно применять в концентрации 2 литра на гектар, либо листовым способом вместе с гербицином, либо в борозду. Спасибо за внимание. Если у нас есть время, мы можем взять несколько вопросов. Я послушал по поводу цинка и гармонии. Связываете ли вы реальное содержание цинков растений с выносом его из почвы с этим растением в период активного роста? Это первый вопрос. Спасибо. 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 Украинскому. Удовлетворяют ли ваши препараты выносу цинка из растения при тех нормах расхода, которые у вас показаны на препараты поста? Для упросту в ростов, для кого они заменяют на пусты. Для пусты и enseñковых семян. Для ростов единственной, продвиненizательonk законer поменять в бигде не может полистрали нам же того, который не может м allons сразу. Сейчас, надо мне затем для память время на тук. Концентрация достаточная. Давайте еще раз, подleness. Он стимулирует развитие корней. Чем мощнее корни, тем больше растения может сынка брать из почки. Можем использовать даже концентрация в семинарах. По листу, правильно. А вы утверждаете, что это парад применяет? Правильно, потому что произошла шифта, скорее всего, с маркетинговой области. Можно применять по листу. Тогда резюмируем. Просто у нас есть лучшие препараты, которые можно применять. Резюмируем. Нет, один вопрос. Если по листу, какой медитации? То есть, получается, ваши препараты не удовлетворяют по цинку. А рассчитывая на то, что корневая система растения разовьет и сама эту цинку выделит в почву. Я правильно понял вашу решение? Является ли это правильным? Я думаю, это правильный способ стимулировать растение. Господин пишет, что бы хотел бы присоединить соответственные вопросы. Вы из-за куклы. Вы из-за куклы. Вы из-за куклы. Удовлетворяйте недостатки микроэлементов в почве. Мы стараемся влиять, потому что эти продукты, на физиологию растения. Если вы сделаете тест почвы. И если этот тест вам говорит, что нужно внести 4 килограмма цинка, значит вам нужно внести 4 килограмма цинка. А если же вам нужно, чтобы улучшить физиологические характеристики растения, чтобы лучше развивалась корневая система и лучше впитывала микроэлементы, тогда применяйте фастар. У нас в почвах в Украине недостаток вся. Давайте вопросы потом. Тогда обязательно нужны большие дозы, чем базовые базовые. Они уважают. Еще раз. Еще раз. Здесь перейдет речь о компенсации недостатка цинков почвы. Речь идет о конкретном влиянии на физиологические процессы. Доктор Вудбор хотел бы прокомментировать. Позвольте, пожалуйста, господа. Харькова. Позвольте, пожалуйста, я думаю, что это важно, чтобы вы попали. Ты хорош никого не считаете? Ну, раз. Я думаю, что это важно. Продолжение 50 лет. Можно это использовать? Я думаю, что это важно, чтобы возвращаться к эксперименту мы сделали. Мы обнаружили эту идею, поддерживать усидеть телепотенциале. Продолжение спритива к последовременные этапы, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эти наши продукты меняют немного, модифицируют физиологию растения таким образом, чтобы растение могло достичь своего максимума потенциала урожайности в условиях данной почвы Субтитры создавал DimaTorzok 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 И ответы на эти запросы должны исходить от вас Я здесь сегодня для того, чтобы у вас возникли определенные вопросы, для того, чтобы вы были готовы узнавать новое и применять новые технологии Сначала я бы хотел узнать об аудитории немножко больше. Вы не против? Сколько здесь фермеров? Принимите руки, пожалуйста Кто практикует выращивание, да? Сколько из вас представляют агрохолдинги? Вы занимаетесь этим каждый день Вы занимаетесь этим каждый день Потому что она очень смышленно и очень хорошо разбирается в этом всем Сколько здесь ученых? У кого есть степень научная? Это очень интересно Спасибо за присутствие Очень интересно смотреть очень разнообразную аудиторию сегодня Спасибо за присутствие На этом остановимся На этом остановимся Сколько из вас выращивают и вообще интересуются подсолнечником? Подсолнечник Подсолнечник это важная культура для Украины, верно? Да Украина занимает первое место по производству подсолнечника в мире Давайте сейчас поговорим о подсолнечнике. Мы видим, что с 2008 года урожайность подсолнечника повышается. Но, что интересно, это потенциал. Ты вспомнила, что доктор Гудвард говорил о потенциале, когда он берет на землю. Ты не достигаешь потенциал. Вы не достигаете до 50-60% потенциального потенциала. Сейчас мы раскрываем примерно 50-60% потенциала урожайности для этой конкретной культуры. А чтобы добиться этого результата, мы должны применять все агрономические технологии. Нам необходимо применять гибридные семена, нужно применять селективные технологии. Сколько из вас, например, обращает внимание на размер семечек, когда вы покупаете посевной материал? Все фермеры обращают на это внимание, верно. Потому что вы знаете, посадка, популяция растений, контроль вредителей, контроль сорняков. У вас есть проблемы с птицами, с ридителями? Они уничтожают здесь урожай. В США это распространенная проблема. Сейчас я вам дам вещи для размышления. Кто-то здесь контролирует погоду? Кто-то на выращивание этой культуры влияет погода, погодные условия? Ни рейнмейкеров здесь? Нет рейнмейкеров? Вы влияете на выращивание подсолнуха? Мы не контролируем погоду. Ну, мы, согласитесь, не можем контролировать погоду, верно? Да, да. А вот контролировать эффективность использования растений воды и влаги мы можем и должны. Мы действительно можем применять технологии контролирования эффективности использования растений воды. Давайте пройдемся по процессу выращивания и, в первую очередь, закладывания семян почвы. Посадка – это наиболее важная вещь, которую нужно учитывать. Если вы допускаете ошибку при посадке, она откликнется вам на протяжении всего сезона. Нужно ли нам, чтобы семена прорастали быстро? Например, университет Колорадо в своих исследованиях доказывает, что также очень важна глубина посадки семян. И они также доказали, что, оказывается, маленькие семена прорастают лучше, чем большие. Время для посадки. Планирующие даты не только влияют влияние на растение, но и на дальнейшее содержание масла в семенах. Когда обычно происходит посадка подсолнуха? Какой день? 1 мая, 10 мая, кто подскажет? Вы уверены, что именно в эти даты следить наиболее эффективно? Мы планируем. Субтитры делал DimaTorzok При выборе даты для посадки мы должны учитывать погодные условия. Сейчас мы с вами поговорим о температуре почвы. Например, у меня есть проблема, да? Я хочу посадить семена, но почва холодная. У меня уже не хватает времени для сербы, но почва все же еще не достаточно согрелась. Мне нужно совершить посадку. Что же я буду делать? Нужно совершать предпустимую обработку. Мы сделали исследование в Аргентине, который также большой производителем подсолнечника. Это исследование проводилось независимой стороной, они не зависят от нашей компании, потому результат можете не сомневаться. Обрабатывали семена препаратом Stimulate. Целью этого было достичь необходимой популяции растений. Нам были необходимы однородные всходы. Нам было необходимо более массивное и быстрое развитие корневой системы. Это наши собственные цели. Какие мы получили результаты. Обратите внимание, контроль через 6 дней после посадки. И с правой стороны 6 дней после посадки после обработки Stimulate. Обратите внимание, пожалуйста, на сколько развиты корни. Это фото 15 дней после всходов. Какое бы вам хотелось растение получить? Вы хотите, чтобы всходы были одновременными, однородными и... Результаты. Массивная корневая система. Мы explored more soil. Корни занимают больший объем почвы. Мы had more vegetative matter. Более тяжелая вегетативная масса. И теперь посмотрим на контроль. Кто бросается в глаза? Стем. Стем. Он говорит, что фрукты... Фармеры сказали стем, не так? Правильно ли, что фермеры говорят, что мы видим стебель мощную? Почему же стебель настолько важен здесь? Да. У вас есть ли урожай, что подсолнечник заваливался? Да. Сколько урожая собирают с такого завалившегося подсолнуха? Не очень много. Поэтому важен стебель. Это именно то, что фермер должен ценить в растении. Давайте обратим внимание на размер корневой системы. Это скрыто. У нас больше доступа к воде. Вода использует эффективность. Какие корни смогут получать гораздо больше влаги? Обратите внимание на большие листья. Это... Они собирают всю энергию солнца. Правильно, что будут активно ее использовать. И вы также не можете увидеть бутон от цветка, но он также намного больше в этом растении. Какое из этих двух растений будет иметь больше цветов? На каком из них сформируется больше семян? Обратите внимание на результаты. Мы имели 14% прироста по килограммам. Независимое исследование в Аргентине. И, как вы видите, здесь значительная разница. Давайте обратим внимание, сколько же денег можно получить с таким приростом. 40 долларов прибыли с каждого гектара. Давайте еще обратим внимание, когда мы все-таки можем еще повлиять. на подсолнечник. Мы с вами говорили о важности ауксина для растения. Мы говорили о важности бора. Мы говорили о молибдене. Время, когда мы можем повлиять на растения. Благодаря внесению препарата шугамувер. Которые мы вносим в любое время в промежутке между стадиями Р1 и Р2. Чем раньше, тем лучше. Какие же мы получаем результаты? Улучшенное формирование зерен. Больше доступных углеводов для плодов для зерен. Мы перенаправляем поток углеводов к запасающим тканям. В нашем случае это цветок и семена. И давайте посмотрим на результаты. Увеличение вегетативной массы. И давайте посмотрим на результат в урожайности. В этом случае мы получили 10,4% увеличения содержания масла. Еще раз хочу заметить, что это значительная разница. И что же там с прибыльностью? Этот результат это 85 долларов с гектара. Значительная ли это сумма? Итак, выводы. Вы доказали, что это достаточно эффективно. Это универсально в применении. Это другой подход к вещам. Мы фокусируемся именно на физиологии растения. Это не значит, что мы закрываем глаза на все агрономические правила. Это тоже очень важно. Но это следующая ступень в развитии. Мы смотрим на растения как физиологи. Они как агрономы. И мы также доказываем, что это достаточно прибыльно. И мы также доказываем, что это достаточно прибыльно. Мы должны открывать новые возможности для нас. Ни вопросы? Вопросы? Не вы. Препарат шугамувер. В какой форме находится бор в этом препарате? О, интересно. Борк ассид. Борная кислота. Борная кислота. Борная кислота. Препарат шугамувер. Бор находится в форме борной кислоты. Растворимость борной кислоты не позволяет получить 8% по жидкости. Борная кислота. Вы используете бораэтонололин для этого? В Соединенных Штатах Америки в многих продуктах даже содержит до 10% бурной кислоты. Там кроме бурной кислоты, что делает бурную кислоту настолько растворима, что нужно получить такую концентрацию вашего раствора? Не задавайте какие-то вопросы, что он не приедет больше. Нормальный вопрос. Нормальный вопрос. Это ответ к нашим химикам. Я не знаю этого. Прошу прощения, но это вопрос к химикам нашим. Я не могу ответить. Нормальный вопрос в физиологии растений. В этой форме, которая у вас содержится. За которой в промежуток времени происходит полное усвоение бора растения и насыщение глеточного сока растения бора. Сколько времени? И совпадает ли это с гормональным полом растения? Время усвоить. Это очень много факторов зависит, например, от того, в какой момент вы относите, в какой момент вы относите, в какой момент вы относите. Например, открытые поры в листках. Вы задаете мне такой вопрос, на который у меня нет всех исходных, чтобы правильно ответить. Если у меня будут данные о влаге, о том, когда вы носите этот препарат и так далее, то есть физические характеристики разные, я смогу вам дать более конкретный ответ. Но, как вы можете знать, бор, он не мобилен в растении. Он может поглотиться тканями листов. Таким образом, если вы заметили, я подчеркивала, что очень важно время применения, потому что нам нужно, чтобы как раз начало развиваться цветок. Потому что бор не может попасть, вступить из листов, переместиться к бор в растению, к цветам. Он является подвижным, когда он соединяется с сахаром, поэтому он является препаратом с шуганом. Потому что он взаимодействует с сахаром и транспортируется с молекулами с сахаром. Сукрабораты. Сукрабораты. Я сейчас говорю о мобильности в сравнении, например, азотов очень мобилен при растениях, то бор относительно не мобилен. Я думаю, вся аудитория хотела бы услышать, а какие уникальность ваших препаратов в чем заключается. Потому что в Украине давно применяются препараты с гором, препаратом с сингом. Уникальность ваших препаратов в чем? Я бы хотела с вами поговорить лично, потому что сейчас время заканчивается, и меня подгоняет. Наконец-то есть вопросы? Знаете, есть ли есть вопросы? Мы сейчас разработаем продукты для влияния на физиологию растения. Нитрат-балансер — это, в первую очередь, препарат, позволяющий бустые элементы. А шугамувер — это препарат, разработан для влияния на физиологию растения. Последний вопрос, пожалуйста. Скажите, у вас есть специализация использования препаратов в органическом состоянии? Нет, наши продукты не зарегистрированы для органических. Но в 2018 году они будут, новые препараты, новые линейки. Последняя презентация до перерыва. Доктор Викторин. Мы много в жизни слышим разных информаций о стрессе. Мы много слышим о стрессе, и мы подумали, скорее всего, стресс понижает уровень урожайности. Мы подумали, каким образом это происходит. Поэтому, если посмотреть на определенные физиологические процессы, связанные со стрессом, мы можем пролить немного света на этот процесс. Если подумать о растениях как таковых. Растения, в отличие от других живых существ, не могут убежать, если подвергаются стрессу. Растения находятся, ну, привязаны к определенному месту в пространстве. Поэтому, когда на них воздействует стресс, они развивают адаптивную стратегию, чтобы как-то справиться с этим. Это реакция адаптивная. Извините, у нас тут разговор. В таком случае, если растение работает над адаптивной стратегией, то получается, оно свою энергию перенаправляет не на урожайность, а просто в режим выживания. Если у нас потеря энергии, то это сразу сказывается, мы получаем потерю урожайности. У нас резко уменьшается количество общей энергии, которая может запасать растения, и таким образом урожай падает. И, в результате, есть значительная и уменьшительная конверсия в респирацию во время адаптивной стратегии. И можно количественно проанализировать, как связана адаптивная стратегия с уровнем урожайности. Есть один тип стресса, с которым мы сталкиваемся постоянно, год за годом. Это жара, это высокие температуры. Теперь посмотрим, как стресс жары влияет на наш уровень урожайности. Да, я вот об этом сейчас только что говорил. Растения развивают в ответ на стресс систему адаптации. И это забирает жизненные силы и энергию, которые при других условиях должны были бы использоваться для урожайности. И жара это тот вид стресса, с которым мы сталкиваемся каждый год. И я бы хотела обратить ваше внимание на то, как жара снижает наш уровень урожайности, она может стоить нам нашего урожая. Вы можете узнать, вот это кончик корня. Коронавый чехл подсказывает, спасибо. И это в большом увеличении. Ближе, чем двигаться дальше, я бы хотел такое что сказать в поводу вашего комментария об агрономах и физиологии растений. Я думаю, большинство присутствующих здесь это агрономы. Я получила образование как агроном. И мы много изучали почву как явление и как на ней работать. Давайте мы разберемся, как мы можем двигаться в понимании от агрономии к физиологии. Те же самые процессы, но с разных точек зрения. Это может быть немножко сложно сначала для понимания, но я бы хотела вам дать два примера, как происходит такой переход. Агрономы рассматривают минералы как структурные компоненты, как какие-то вещи, состоящие из разных элементов, сложная структура. Это клеточные структуры, это построение корней, это построение стеблей и вистил. А физиологи рассматривают минералы как некоторые изменения, некоторые стимулы для изменения, которые могут случиться с растением в определенном времени и пространстве. И минералы мы можем использовать, микроэлементы, можем использовать, чтобы изменить физиологию растений. Мы даем разным частям растения определенные сигналы и таким образом изменяем его. Еще одна разница между агрономами и физиологами. Агрономы рассматривают недостаток некоторых микроэлементов. Это как рецепт для каких-то, для применения каких-то препаратов. The prescription comes from a soil test and the corrective action is fertilization of the soil, not the plant. Если, например, у нас некоторые проблемы с почвой, то решением этой проблемы будет удобрение земли. То есть решение состоит в том, чтобы влиять, воздействовать на землю, а не на растения. Физиологи, по-другому, смотрят на диагноз, based on the architecture, the chlorophyll, the spad content, the reflectance of the leaves, the inner node length, or the plant posture. Физиологи со своей точки зрения ставят, скажем так, диагноз, анализируют ситуацию по физиологическим меркам растения. Как оно построено, как строится структура растения, какое расстояние между клубнями, какая форма данного растения. И физиологи концентрируются на том, чтобы применять препараты, если они применяются, непосредственно на растения, то есть на корневую систему, либо на листья. И давайте мы, зная все это, теперь посмотрим вместе, как стресс влияет на физиологию растения. Мы знаем, что здоровые растения сохраняют постоянный, эффективный, необходимый уровень фотосинтеза. Любые негативные влияния окружающей страны, такие как погодные, патогенные организмы, насекомые, черви и так далее. Все, что мешает фотосинтезу, напрямую влияет также отрицательно и на урожайность. Наша цель это, чтобы рост и развитие растений не выходили за рамки оптимальной зоны. В плане температуры, увлажненности, солнечной активности или биологических факторов. И также концентрация минералов. Мы можем помогать растениям оставаться в этой оптимальной зоне с помощью сигнальных молекул, либо с помощью применения микроэлементов. И, конечно же, здесь нам поможет знание гормональной картины развития растений. Мы знаем, что некоторые гормоны важны на определенных этапах сильнее, чем другие. На других этапах входят в действие другие гормоны. То, что написано внизу слайда, это важно. Стресс делает разнобои между гормональной и сигнальной системой растениями. Оно изменяет гормональный фон, который необходим для постоянного, эффективного, непрерывного фотосинтеза. Например, когда происходит стресс, концентрация этилена резко повышается. И у нас получается дисбаланс всех остальных гормонов. Если мы посмотрим на уровни концентрации двух основных гормонов, которые контролируют формирование побегов, это довольно просто. Ауксин развивается в побеге. Это микроскопическое сечение растения, той части, где вырабатывается ауксин. Ауксин движется вниз по растению, пока он не достигает уровня, сопоставимого с уровнем цикотинина. И здесь ауксин будет стимулировать рост и развитие корней, корневой системы, которые отбитвляются от основного корня, как мы видим здесь на иллюстрации. То есть ауксин производится, и основная концентрация находится в побегах. А так называемые паблики по производству цикотинина находятся на кончиках корней. Чем больше у нас кончиках корней, тем больше выработка цикотинина. Цикотинин напротив движется вверх по растению, по направлению к побегу. И он ответственен за ответвление, за формирование новых веток от основного стебля. И соотношение ауксина и цикотинина определяет то, как будет происходить ответвление в различных тканях. Когда там меристема пытались отщипнуть от растений, что произойдет, если вы попытаетесь так сделать? Вы получаете сочетание, точно. Да, сочетание происходит, сочетание сочетание сочетания. Вы уйдете сочетание ауксина и позволите экспрессию цикотинина, чтобы сочетать все эти ткани и создать сочетание. То есть, если вы убираете часть, если вы отщипываете эту часть с ауксином, то вы стимулируете развитие, стимулируете действие цикотинина. И происходит формирование боковых пробегов. Ответвление влияет на все процессы, происходящие в растениях, начиная от того, как эффективно берет микроэлементы корни из земли. Как вы думаете, эти гормоны будут влиять на стресс и на уровень урожайности? Да, конечно. Давайте посмотрим на кончик корня под микроскопом. Это четыре части кончика корня. Здесь находятся зоны удлинения, так называемые. Здесь вырабатывается гормон цитокинин. Цитокинин синтезируется в кончиках корня. Поэтому, если мы посмотрим на концентрацию цитокинина, как в случае с ауксином, Итак, нитрат стимулирует синтез цитокинина. Если вы применяете нитратное удобрение, то идёт на почву, то во время дождя они растворяются, и растение их потребляет. И далее мы наблюдаем стимулируемый рост. А разрушает этот гормон жара. И если логично подумать, если температурные условия высоки, если жара, то растение в последнюю очередь будет бросать свои силы на то, чтобы выбрасывать новые листья, на то, чтобы развиваться сверху в вегетативу. Потому что это мешает, жара не даст это сделать. Так, какое влияние жара имеет на растения? Здесь мы видим критические температуры, после которых начинается распад цитокинина в различных культурах. Такие культуры стойкие к высоким температурам, как сорга и хлопок, они даже при воздействии высоких температур сохраняют высокие уровни цитокинина без проблем. Но не такие жара стойкие культуры, как пшеница, рапс и... Рапс, пшеница, ячмень, например, они не так хорошо держат уровень сверху вегетативу. Так, жара, стресс жары на стадии цветения нарушает урожайность, например, если мы посмотрим на рапс, нарушает урожайность рапса и не дает ему развиваться. Это уникальное исследование, которое было опубликовано 16 лет назад. Оно исследовало 5 разных типов рапса. И мы посмотрели, в этом исследовании речь шла о том, как в разных типах рапса влияет жара на этапах цветения, на этапах развития побегов. И результат был таком, что 35 градусов по Цельсию имели наиболее сильное влияние на ранние стадии цветения. Но он не такой сильный на развитие побегов. Итак, стресс жары имеет влияние, прямое влияние на формирование плейцы, на процесс опыления, оплодотворения, также формирование эмбриона и на его развитие. Итак, как это работает с точки зрения физиологии? И так это путь, который проходит цитокинин и все энзимы, которые активируются после того, как цитокинин достигает необходимой концентрации в растении. Если у нас происходит стресс от жары, это не обязательно должен быть длительный стресс, достаточно и 15 минут выше критической температуры, начинает вырабатываться цитокинин оксидаза, который напрямую влияет на цитокинин. Высокие концентрации цитокинина необходимы на репродуктивном этапе развития. Из-за высоких температур эта концентрация снижается, концентрация цитокинина. Растение не может удерживать необходимый уровень цитокинина, чтобы происходило опыление, оплодотворение и формирование эмбриона. Если вернуться к модели нашей растения, где у нас находится цитокинин? Он нам необходим для прорастания семян в холодной и влажной земле? Конечно нет. В таком случае его концентрация на необходимом уровне не нужна. Но когда мы переходим в репродуктивную стадию в середине лета, мы видим, что цитокинин критически важен во время репродуктивной фазы. Это необходимо для четырех факторов. Для формирования пыльцы. Для опыления, то есть сведения всех воедино этих элементов пыльцы. Для оплодотворения. И для развития эмбриона в новом зерне. Если уровень цитокинина упадет во время одной из этих четырех фаз, то мы увидим падение урожайности. У вас такая проблема здесь? Была вы сталкивались с такой проблемой? Вот вопрос к вам. Недостаток цитокинина. Вы наблюдали такую проблему? А вот такая проблема с ней сталкивались? Это следствие недостатка цитокинина. И вот хороший пример, как выглядит недостаток цитокинина. У нас здесь были жизнеспособные пыльца и яйцеклетки. У нас произошло опыление, оплодотворение. И был сформирован эмбрион, вот зерно отдельное. Но что случилось? Эмбрион погиб. Эмбрион погиб, потому что не было достаточного количества цитокинина, которое помогало бы двигать сахара и помочь выжить этому эмбриону. Вот еще один пример недостатка цитокинина. Что здесь произошло? Тут не произошло оплодотворение вообще. То есть это, скорее всего, проблема с пыльцой, либо с жизнеспособностью яйцеклеток. Могла быть проблема с опылением. Могла быть проблема с оплодотворением. Но вот здесь мы видим клетки, яйцеклетки, которые так и не развились в эмбрион. До такого доводить не обязательно. Не обязательно доводить до таких недоразвитых початков культуры. Если мы применяем свои препараты, мы можем эту кривую урожайности поднять выше ее возможных потенциалов. Без цитокинина. Без цитокинина. Без цитокинина. На стадии В5, если мы применяем наш продукт, это способствует нормальному развитию женских и мужских тканей растения. Откуда берется цитокинина? Мы уже говорили об этом. Из корней. То есть логично предположить, что если у нас будет больше корней, больше площадь корней, то будет возможность увеличить концентрацию цитокинина. Нужно управлять уровнем стресса для того, чтобы не дать растению перейти в режим выживания. Если вы правильно управляете стрессом, то можно добиться продолжения эффективного непрерывного фотосинтеза. Один из наших коллег говорит по поводу применения нашего продукта BioForge, что благодаря его применению, нам не нужно страховать наш урожай. Мы и так уверены в том, что и без страховки все будет хорошо. Мы застрахованы без страховки. Мы хотим, чтобы растение само могло справляться с разными стрессовыми факторами, такими как свободные радикалы, энзимные факторы и так далее. Так, чтобы обеспечить нормальный обмен веществ и что в свою очередь обеспечит нормальный непрерывный фотосинтез. Если проблему стресса не решить, то вся система меняется и мы видим, что растение перейдет в режим выживания, адаптивный режим. Это забирает энергию от нормального развития и не дает продолжаться фотосинтезу. Итак, мы видим, что BioForge способствует росту корней как мощный антиоксидант. Видна зависимость от того, насколько мы применяем BioForge, насколько растут корни, растут и развивается корневая система. Итак, вопрос, как работает BioForge, как это получается? Наши исследователи провели ряд исследований и посмотрели, какие гены на микроуровне, посмотрели, какие гены активируются, на каком этапе. И есть критически важные гены, которые позволяют растению противостоять стрессу и противостоять критически негативному уровню свободных радикалов. Биафорж регулирует те гены, которые помогают растению защищаться. И основной ген, который контролирует стрессовые факторы, уровень этого гена резко повышается при применении BioForge. Итак, мы видим, что BioForge напрямую влияет на индукцию генов и видим, как усиленно формируются корневые волоски. В основном к корневым волоскам мы видим, как изменяется на примере соевых бобов морфология растения. Мы здесь отсканировали корень, положили его в такой механизм, вроде гурник-серокса, и проанализировали потом, как изменятся показатели корня по таким категориям, как вина, диаметр и площадь. Оказалось, что BioForge очень мощно влияет на площадь корней, на длину и средний диаметр корня, и в итоге на урожайность. И мы также поняли, что несколько применений в небольших концентрациях дают лучшие результаты, чем одно применение в крупной концентрации. Мы узнаем, здесь, если перевести, то слева это контрольный образец, ССТ, это применение на семена, и далее на стадиях В4, и либо на стадиях семена плюс В4. Очень мощное влияние на урожайность оказывает комплексное применение, сначала на обработку семян, а потом на ранней стадии развития на В4. И если мы также применяем BioForge на стадии перед цветением, это дает еще больший подъем урожайности. BioForge усиливает рост и развитие корней. Почему мы заинтересованы так в росте и развитии корней? Потому что это влияет на уровень цитокинина. Вот здесь было интересное исследование, мы сравнили, как работает BioForge по сравнению с фунгицидами. Здесь мы видим процентное соотношение, концентрация препарата. А здесь количество дней после того, как была сохранена вода растений. Мы видим, что необработанные растения довольно быстро теряют воду. А те растения, которые были обработаны либо BioForge, либо фунгицидом, не более устойчивы к воздействию стресса. Механизм BioForge, естественно, в том, что он стимулирует производство цитокинина в корнях. BioForge can be used in lots of different ways, from a seed treatment, in furrow as a tank mix. It can even be injected through drip irrigation or pivot. It's compatible with many plant protectants. Он может совмещаться с другими защитными средствами для растений. And we found that low-rate multiples are more effective than single applications. Rates typically are ham to one liter per hectare. И высокая эффективность достигается при листовом применении с концентрацией 0,5 или 1 литром на кектар. This is an interesting experiment that happened somewhat by accident. This is in South Carolina, where BioForge was applied in furrow, and there was no rain after planting the entire season. Получился такой нежданный эксперимент в Каролине, когда получилось, что мы обработали это поле с BioForge, и после обработки не было дождей вообще. Видите, насколько большая разница в засухоустойчивости и в жароустойчивости? Это все благодаря тому, что был простимулирован рост корней благодаря применению препарата BioForge. Такой же эффект мы наблюдали в сойвых бобах. Здесь BioForge применялся на семенах. И вы видите, насколько усиливается рост корней, так же, как и рост корней. Это дает возможность формированию клубней, потому что простимулирован рост не только помегов, но и корней. Итак, мы увидели, что BioForge стимулирует производство флабоноидов, которые, в свою очередь, дают нам возможность видеть более мощный рост корней. Итак, мы поговорили о целом ряде вещей. Стресс приводит к переходу в режим адаптации. Энергия на это забирается от процесса развития, процесса роста, урожайности и перенаправляется на выживание. Жара разрушает цитокинин. Мы можем устранить стресс от жары, если будем применять средства, содержащие цитокинин. И все, кто здесь присутствует, все, кто здесь живет, естественно, знают, откуда берется цитокинин. Он берется из корней. Если нужно больше цитокинин, нужно растению вырастить, обеспечить больше корней. BioForge стимулирует сильнее корней и больше корней. BioForge помогает добиться более сильного, более мощных корней и большего их количества. То есть наша цель состоит в том, чтобы управлять стрессом, минимизировать стресс и повысить уровень урожайности. Спасибо. У нас есть два вопроса. Помимо реакома, кто-то хочет что-то дать вопрос? Я вопрос на себя. Вы даже у Джейлис Толра задавали вопросы и все равно не вдовлетворены. Быстро, за то, чтобы вы раскрыли свой препарат, зачем он нужен и почему. Потому что у меня не раскрыл смысл. Только что потратили полчаса на это. Может, не до какой степени, как вам бы хотелось, но, к сожалению, это максимальное, что мы можем предоставить. Я вопрос. Есть вопрос от нас. Будет ли эффективным использование BioForge плюс цитокинин, цитокинин, то есть наш продукт, цитокинин, то есть будет ли эффект от такого применения? В условиях Украины, при температурах цветения в Украине, целесообразно ли применять эти препараты? В условиях Украины происходит процесс начала цветения. То есть стерилизация будет происходить у нас при этом, а в США другие условия выращивания. То есть тут нет засухи, нет высоких температур? При начале цветения у нас... Но оно есть или нет? Практически то, что вы показали, вот смотрите, что откройте. Немного сбились с программой, сейчас перерыв, пожалуйста, угостяйтесь. Еще один вопрос? Хорошо, еще один вопрос. Вы тоже за Вякомов? Нет? Тоже производите что-то или нет? Нет. Служите, пожалуйста, менять, писать, что лучше, до страшного ситуация. Конечно, лучше продолжать тишину. It's always better to preempt the stress. It's like if you're driving down the road with a car. It's always better to stay on the road with a car. If you drive off the road, then there's a lot of stress and lost time getting back on the road. Потому что если вы сворачиваете с дороги, то получается стресс, и вам нужно время, чтобы на нее вернуться. То есть, зачем сворачиваете сначала? It is so nice to have such a responsive group that has lots of questions. Мне очень приятно, что такое активный ответ. У вас очень много вопросов. Мне это нравится. И мне очень хорошо, что вы ставите нас в испытательные условия. Потому что это достаточно новая технология, и вы должны, прежде всего, понимать их. И я вам скажу, что я был гораздо плохой, потому что я отвечаю на все. Вы знаете, раньше я намного хуже был в профессиональной деятельности, но затем я стал развиваться, и все стало гораздо лучше. Давайте с вами поговорим о том, что определяет урожайность. Это все очень простые вещи, все это знают. Это количество колосков на квадратный метр. Количество зернышек в каждом колоске. И размер этих зерен. Это три фактора, на которые мы можем оказывать влияние, чтобы повысить урожай. С чего же нам начинать? Вот здесь мы приводим пример предпоседной обработки для регулирования стресса. Что же прежде всего определяет количество растений и количество колосков на единицу площади? Количество зерен в каждом колоске определяется количеством цветков, которые были сформированы. И еще один компонент, про который нам нужно думать, это масса зерна. В этом случае, это было в Канзасе, происходило всего лишь с предпоседной обработкой. Нам удалось получить прибавку урожайности 2,14 центра на гектаре. В Канаде, наш препарат Stimulate называется Action 5. И это было в двухгодовом испытании независимой компании в Канаде. При таких факторах, как холодная почва, засоленность и медленное прорастание, которое очень значительно снижает кущение в злаковых. Какие же мы результаты получили? Ну, первое, мы должны понимать, что густо размещаются побеги в каждый период времени. И как влияют на урожайность эти побеги? Какие побеги более важны для урожайности, те, которые формируются осенью, или те, которые сформировались весной? Это фактор. Так. Это фактор показывает, что побеги, которые сформировались осенью, привносят больше урожайности в конечный результат. So if you look at the chart, the black bar is the early tillers that were developed in the fall. Обратите, пожалуйста, что вот здесь с черным обозначены побеги, которые формируются осенью. А красным, это побеги, которые образовались на раннем развитии весной, то есть они совершенно не привносят вклад в урожайность. Зеленые, это самые поздние побеги. Они развивались достаточно поздно, на стадии развития 25. Давайте посмотрим, как же мы можем влиять на урожай с помощью предпассивной обработки. Мы, в Украине, делали предпассивные обработки, и мы видим здесь заметное увеличение вегетативной массы по строению искусства. Мы также видим увеличенное количество побегов, которые сформировались осенью. А вот здесь вы можете посмотреть на разницу колосков на побегах, которые появились осенью. Как результат более массивной корневой системы. Они были более устойчивы к засухе. У них были больше колоски. И больше вес. То есть количество и вес – это наши средства достижения более высокого урожая. А если мы обратим внимание на побеги, которые сформировались весной. Вы видите маленькие колоски. Меньше вес. И также они нуждаются в ранней обработке азотом. И они также более подвергаются влияниям насекомых и заболеваний. Из нашего опыта, чем больше вам удается развить осенних побегов, тем больше вы сможете получить урожая. Естественно, в разных регионах и на разных фермах мы сталкиваемся с различными условиями, с которыми нужно бороться. Вот это настоящий наглядный пример применения предпосевной обработки. Это человек. Его зовут Донни Карпентер. Он живет в Техасе. Когда он делал посевы озимой пшеницы, почва была горячей и сухой. И как мы с вами уже узнали, синтез цитокинина и более активное развитие корней можно обеспечить с помощью препарата BioForge. Он применял BioForge по следующей дозировке 2,6 литра на тонну. И давайте посмотрим на результаты и урожайность. Что же он увидел? Более короткие стебли. Меньше заваливания поля. Более здоровые и крупные колоски. Больше их вес. И в этом случае он получил повышение урожайности 8 центнеров на гектар. И благодаря этому он получил доход, то есть чистую прибыль с учетом затрат на препарат, плюс 135 долларов на гектар. То есть он столкнулся с проблемой с сухой и горячей почвой во время посева. Он смог повороть этот стресс, применяя BioForge. Что же нужно семенам во время посадки? Им необходимо влага. Необходим кислород. И оптимальная температура. Как только семечка поглощает до 35-45% воды от своего веса. Тогда у нас сразу сможет прорастать. А проблема с низким кислородом в это время Это проблема всегда связана с проседанием почвы. Так что это влияет, это влияет негативно на процессы газообмена в семье. Плохо происходит прорастание. Вы можете даже получить, что проросток погибнет. Вы сталкивались с такой проблемой, что сходы погибали? Насколько я знаю, в этом году это масштабная проблема в Украине. И мы сейчас имеем очень плохие сходы по озимой пшенице, верно? Следующий фактор, который нужно принимать во внимание, это температура. Озимая пшеница прорастает в температурах от 4 до 37 градусов, но оптимальная температура это от 12 до 25. Так что мы собираем посадку идеальные условия для прорастания. И есть разные агрономические практики, которые мы используем. Чтобы получить максимально возможные результаты для тех условий, с которыми вы сталкиваетесь. Те факторы, которые нужно принимать во внимание, это температура почвы и влажность. Это у нас с вами идеальные условия. Далее перейдем к плохим условиям. Высокая температура. Высокая температура может навредить семени, которая прорастает. Для семян озимой пшеницы посадка в горячую и сухую почву это очень плохое потребление. Поэтому при пассивной обработке в таком случае лучше использовать биофорч. Позднее прорастание очень плохо влияет на процент прорастания. Поэтому гораздо больше ваших семян погибает в поле. Мы также знаем, что повышение количества закладенных семечек, почву, также снижает количество нормально развитых растений из-за высокой конкуренции между ними. Поэтому, когда мы с вами выращиваем, и в первую очередь это касается пшеницы, Мы с вами все имеем дело с хорошим, плохим и неприятным одновременно. Средний процент прорастания пшеницы составляет 70-90%. Это правда для украинских реалий? Это средний показатель для США. Я не знаю, как у нас в Украине с этим делом стоит. Какой процент средний прорастания пшеницы? Сколько семян прорастают из посеянных? Почему мы тогда рекомендуем предпоседную обработку? Какой процент средний прорастания пшеницы, которая была посеяна в период от 10 до 20 сентября, дала максимальную урожайность. А количество колосков на квадратный метр была наиболее высокой при посеве 10 сентября. И с задержкой на каждые следующие 10 дней этот процент понижается. Это мы с вами сказали о количестве колосков, а количество зерен было самое высокое при посадке 20 сентября. Есть такое предубеждение, что даже если у меня получились плохие всходы, то я потом в итоге получу больше семена. И это в принципе верно, но это вам не компенсирует потери урожая. Вот если у нас уже такая ситуация, что же можно сделать? Мы все знаем, что у нас есть возможность опрыскивать наши удобрения, применять азот. Так же нам нужно учитывать 5 основных факторов, которые влияют на поглощение азота в хорошую почву. И это, во-первых, расположение корней в почве. Возможность корневой системы поглощать азот. Концентрация азота в почве. Все мероприятия, которые мы совершаем для того, чтобы повысить доступность азота для растений. Которые в итоге либо максимизируют доступность азота, либо снизят его потери в окружающую среду. Поэтому, что важно для урожайности пшеницы, это эффективность использования микроэлементов и азота в первую очередь. Так что мы знаем, что это лучший момент. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...